В эфире спорт-обзор программы о спорте нашего региона. В студии Кристина Латта. Здравствуйте! Сегодня в выпуске о том, как готовятся к новому сезону новосибирские клубы. Попади в профессиональный клуб. Новосибирск проводит тренировочный лагерь для молодых баскетболистов. Кроме опыта тренировок с игроками основного состава, у ребят есть шанс попасть в молодежную команду. Наша съемочная группа побывала на одной из тренировок. Бок о бок на площадке игроки основного состава, дюбла и ребята из обычных спортшкол. На тренировку с профессионалами 15-17-летние мальчишки попали благодаря лагерю, который запустил быка Новосибирск. Так тренерский штаб может приметить потенциальных новичков. Идет определенная такая робкость. Первую тренировку ребята пришли, они вообще сбегали и просто не знали, что делать. Сейчас вот четвертая тренировка, уже какой-то небольшой такой прогресс виден, хотя бы просто в их восприятии информации и то, что от них хотят увидеть. То есть мы-то здесь, задача наша не загонять их, а просто чтобы они показали, что умеют делать. Психологический барьер самый сложный. Это отмечают и те игроки, которые уже не первый год в системе клуба. Это очень большая ответственность. То есть хочется как бы показать свой максимум, минимум ошибок совершить. Ощущаю себя уже гораздо увереннее, нежели год, например, назад. Потому что как бы уже успел пообщаться с некоторыми игроками. То есть знаю, о чем с ними говорить. Ну и как бы выполняю задания, некоторые более уже ответственные. Тех, кто решился на просмотр, немного. Наверное, виной тому все та же робость, о которой говорил тренер. Денис увидел объявление о лагере на сайте клуба и рискнул. Признается, пока сложно. Разминка очень долгая по сравнению с тем, как проходили разминки в школах, в Дюша. Отработка передач, броски, движения. Ну что, другое нет? Быстрее все как? Сильнее? Конечно, быстрее. Это уровень другой. Талантливые ребята из Сибири, как принято говорить, взяты на карандаш. Так в Новосибирск из Томска попал Дмитрий Макеев. Один из лидеров команды сейчас, несколько лет назад, сам был на месте сегодняшней молодежи. Из детского баскетбола сразу на профессиональный уровень. Это сложный период. Первый сезон, я помню, свой у меня был. Особенно первые тренировки. Закрепощенность, во-первых. Я помню, что у меня забирали мяч везде по всей площадке. Где только можно, у меня все отобирали. Это все приходит с опытом, со временем. Чем больше будут работать, тем больше будет времени проводить в зале, чем быстрее это придет. Ребята, которые смогут проявить себя в лагере, попадут в систему клуба. А несколько игроков из Дюбла уже в этом сезоне могут пойти на повышение. В основную команду. Наш путь на своих воспитанников, на омоложение состава. Мы от него никуда не уходим. И задача, чтобы костяк команды все-таки был из своих игроков, мы его будем придерживаться. И я думаю, еще не один год. Герои нашего следующего сюжета уже начали свой путь в профессионалы. Хоккеисты сибирских снайперов приступили к подготовке к сезону молодежной хоккейной лиги. В тренерском штабе и составе команды есть изменения. О них подробнее расскажет Екатерина Новгородцева. Молодежная хоккейная команда «Сибирские снайперы» пять лет подряд неизменно выходили в плей-офф. Возможно, что и в этом году задачи снижены не будут. А пока спортсмены начали подготовку к новому хоккейному сезону. В этом году к тренерскому составу снайперов присоединился Алексей Коршков на смену ушедшему в главную команду Алексею Кривченкову. Многим болельщикам Коршков известен как бывший защитник Сибири. С некоторыми спортсменами молодежки ему доводилось работать еще в детско-юношеских коллективах, когда он тренировал в школе Сибири. Физически, конечно, ребята окрепли, подросли. Но в игровом плане еще как бы рано. Сегодня первая ледовая тренировка. Будем дальше смотреть. Надеюсь, что все подросли в игровом плане, не только физически. Новый тренер, новый состав. Каждый год из команды уходят опытные по меркам молодежки игроки. Кто-то на ступень выше в Сибирь, кто-то в другие клубы. На их место приходят 16-17-летние хоккеисты. Только этим летом к команде присоединились 10 молодых игроков. Например, Владимир Бородулин, игравший раньше в Дю США. Хочется проявить себя и показать, чтобы взяли в команду. Нагрузки даются сложнее немножко, чем в своей команде были. Ребята в основном со школы приходят. Поэтому мы их практически всех знаем, кто на что практически готов. Потому что мы их со школы смотрим, ведем их. И молодежь приходит. Каждый год процентов, наверное, на 40 команда омолаживается. В предстоящем сезоне снайперам не помогут хоккеисты 97-го года рождения. Артем Артемов, Павел Ткаченко и Артем Владимиров. Возможно, не увидят болельщики и ряд других лидеров. Большая ответственность в сезоне ляжет, например, на форварда Даниила Лапина. Надо уже расти дальше. Видимо, не беру, значит, где-то не хватает. Буду работать над собой. Надо предсезон хорошо подготовиться к сезону и тянуть команду с собой. Впереди у сибирских снайперов несколько дней тренировок. После 10 июля сбор Белоруссии. Затем традиционный домашний турнир памяти Белосохова. Он пройдет с 1 по 5 августа. Один из соперников – Челябинские белые медведи. Обидчики снайперов в прошлом плей-офф. Завершится предсезонная подготовка в начале сентября в Новосибирске. На сегодня все. Смотрите спорт-обзор и будьте в курсе спортивных новостей региона. Также подписывайтесь на аккаунт программы в Инстаграме. Там много интересного. С вами была Кристина Лата. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok